Добрый день! Команда LBLV представляет главные экономические события 20 октября 2020 года. Рынок США падает в ожидании эконом-пакета Рынок акций США закрылся снижением на фоне ухудшения настроений инвесторов из-за отсутствия прогресса в согласовании нового пакета стимулирующих мер. Демократы и республиканцы пытаются продвинуться в вопросе принятия нового пакета мер в течение нескольких недель. Однако разногласия по поводу необходимого объема мер стимулирования и масштаба нового законопроекта усложнили переговоры. Индекс Dow Jones Industrial Leverage к закрытию торгов снизился на 1,44% и составил 28 195,42 пункта. Стандарт энд Пурс 500 опустился на 1,63% до отметки 3426,92 пункта. Nasdaq Composite потерял 1,65% и составил 11 478,88 пункта. Акции крупных технологических компаний существенно снизились по итогам торгов. Цена бумаг Альфабет опустилась на 2,41%, Microsoft на 2,48%, Apple на 2,55%, Amazon.com на 2%, Facebook на 1,7%. Мониторинговый комитет ОПЕК+. Итоги встречи Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+. Рекомендовал отстающим странам активизировать свои усилия по сдаче долгов в плане сокращения добычи, но не затронул вопрос возможного изменения параметров сделки. Эксперты, однако, не исключают, что страны-участницы примут решение об отказе от планируемого наращивания добычи на заседаниях, намеченных на конец ноября-начало декабря, учитывая низкий спрос на нефть из-за пандемии коронавируса и растущее предложение нефти на мировом рынке. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть «Брэнд» на лондонской бирже «Иси фьючерс» на 8,33% по Москве составляет 42,29 доллара за баррель. Цена фьючерсов на нефть «WTI» на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к этому времени составляет 40,57 доллара за баррель. Что ускорит восстановление экономики США? Смягчение денежно-кредитной политики и увеличение госрасходов могут ускорить восстановление экономики США, считает заместитель председателя Федеральной резервной системы Ричард Клорида. «Экономика может выйти из спада, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, быстрее, чем после мирового финансового кризиса 2008 года», – сказал он, выступая вчера на банковской конференции. По словам Клориды, сильное восстановление экономики отчасти отражает агрессивные действия политиков в Конгрессе и Белом доме, а также руководителей Федрезерва, которые помогли сохранить доступность кредитов и оказали помощь домохозяйствам и бизнесу. Большинство экспертов не ожидают, что ФРС примет какие-либо новые меры на следующем заседании, которое пройдет 4-5 ноября. Выручка IBM снизилась, но превысила прогноз IBM отчиталась о выручке за третий квартал, превысивший ожидания Wall Street, благодаря повышенному спросу на облачные технологии. Выручка от облачного бизнеса в третьем квартале выросла на 19% до 6 млрд, компенсируя слабые результаты большинства других бизнесов компании. Общая выручка IBM за этот период снизилась на 2,6% до 17,56 млрд долларов, но все же оказалось чуть выше оценок аналитиков в 17,54 млрд, приведенных IBIS от Refinitiv. Акции IBM снизились на 3% после того, как компания не дала прогноз на текущий квартал, сославшись на неопределенность вокруг восстановления глобальной экономики в связи с пандемией COVID-19.